Владимир Путин не только в кавычках лучший президент, но и кумир большинства россиян и, конечно же, чиновников. Вячеслав Володин один из самых ярых поклонников бункерного деспота. Спасибо, Владимир Владимирович. Для нас поддержка президента многое значит. Володин спикер Государственной Думы, лицо партии «Единая Россия» и, по сути, четвертый человек в государстве. А по публичности, наверное, даже второй. Он давно понял главный принцип удержания власти – бесконечно хвалить Путина всегда и в любой ситуации. Не нефть и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы его должны защитить. Наш президент – это наше преимущество. Это сильное преимущество нашей страны. Он эффективен. Посмотрите, есть его полномочия. Они имеют отношение к вопросам безопасности. Есть замечания? Нет. Родом спикер Государственной Думы из Саратовской области. Кстати, именно там он и начал свой политический путь и в 90-х дослужился до вице-губернатора. На свою родину Володин не забывает приезжать и даже приглашать туда самого Путина. Вот они на открытии аэропорта. Очень приятно, что эта поддержка закончилась таким хорошим результатом. А вот Путин на открытии парка покорителей космоса под Саратовом. Казалось бы, родная для Володина Саратовская область должна процветать и успешно развиваться. Ведь сам Володин работает над этим и, в принципе, обязан поднимать свою малую родину. Сегодня строительство идет в социальных объектах, уже в сложившихся микрорайонах, где действительно жилье есть, но нет школы, нет детского садика, нет поликлиники. Но, как это всегда бывает, это все лишь красивые рассказы. Оказывается, еще в 2018 году Саратов вошел в топ-5 самых бедных городов России. Вы знаете, что наш город вошел в пятерку беднейших городов России? Заметно. Да, что не видите, все, не убрано ничего, бардак кругом. Сейчас ничего нет, барыжный город, купи, продай, одни коммерсанты. За чертой бедности тут живут более 300 тысяч саратовцев. В области очень низкие доходы. Но, видимо, Володина это совершенно не интересует. Ну, он влиятельная персона там, наверху. Он из Саратова. Чудовищный город. И его правая рука руководит Саратовом. Вот когда побываешь в городе, сразу знаешь, кто есть кто. Кто себе 10% берет, а 90% на город, а кто 90% себе или 100% себе. Но вот что интересно. В 2021 году спикер Государственной Думы попал в десятку самых богатых парламентариев. Вы только посмотрите на эти хоромы, в которых живет Володин в Подмосковье. Вот она, знаменитая подмосковная резиденция Вячеслава Володина площадью почти 2 гектара. То, что это дом непростого человека, можно видеть даже вот по этой будке охраны. Слева видим замаскированную вертолетную площадку. Ну, закамуфлировал, чтобы, видимо, враг не высадился. А перед ней раскинулся чудесный пруд. Его площадь 4000 квадратных метров. В пруду Володин сам рассказывал, он разводит самов и форель. И мы разворачиваемся на главную жемчужину Володинской дачи. Барский дом площадью 1000 квадратных метров. К дому ведет широкая лестница с перилами. Видим три этажа. Каждый украшен дорическими колоннами. В то время, как Володин купается в роскоши, в его малой родине даже не могут отремонтировать лестницу. Полнейшее неуважение к людям, которые поэтому ходят, которые здесь живут. Потому что здесь эта херота разбомбленная. Она уже, блин, лет, наверное, 25, вот как я себя помню. Все раздолбано, ничего не меняется. Вот эта плитка положена, наверное, моим прадедом. Только на самом деле это еще совсем не проблема. Вы посмотрите, как живут люди. Есть места, оказавшись в которых, забываешь про цивилизацию. Именно тут, в разбитых и разваливающихся домах, вынуждены жить люди. Таким местом, безусловно, является вот этот район. И это не глухая заброшенная деревня, что спряталась где-то в российской глубинке. Это часть Саратова, входящего в двадцатку крупнейших населенных пунктов России. Вот так мы и стираем каждый раз. В тазик наливаем воды и стираем. А потом понесем ее сливать, чтобы не утонуть. Мы ходим в сапогах здесь всегда. Сегодня во многих домах этого района все еще нет водопровода и канализации. А по улицам текут сточные воды. У нас каждый месяц приходит по 410 рублей за вот... С человека? С человека. То есть вот, за вот эти вот туалеты. Вот они, наш туалет, наша достопримечательность. И вот слив, который они сделали, который вот через, может, я не знаю, месяц, он даже, может, меньше месяца, он будет полный. Местные жители с нетерпением ждут, когда же их, наконец, переселят. Ведь каждый день они рискуют своей жизнью, просто находясь у себя дома. Спали даже, вот, ведра вот так вот держали, не саду, да, вот так вот спали мы. Ничего, для нас это нормально, понимала, когда нам деваться-то... А потом уже все, все больше и больше. Потом вот уже там вот на диванах я закрывала эти кальонки, все. Здесь возле порога я здесь вместе лил себе одеялок и все. И тут мы вот так вот спали. Таких домов, ну, может быть, немного лучше в городе не сосчитать. Некоторые дома себя прям очень плохо чувствуют. Вполне, там могли бы жить еще люди. Возможно, они там и живут, но жизнь их на самом деле не очень комфорта. И пока люди просят о помощи и живут в адских условиях, Вячеслав Володин развлекается в Госдуме. Вы о чем подумали, Владимир Владимирович? Видите? Вот, кстати говоря, еще достопримечательности Саратова. Город утопает в мусоре. Ну что же, как видим, восхваление Путина дает результаты Володину. Точнее, ему лично. Его богатство и состояние растет с каждым годом. Вот только свою малую родину спикер Государственной Думы Российской Федерации развивать и спасать не очень-то и хочет.